Всего несколько движений, и старый палантин или вязаный шарф в руках Валентины Глинской превращается в нарядную кофточку. Её можно вот так надеть, вот так вот надеть, вот таким вот образом, и можно как шалька, вот так вот. Рукоделие для Валентины Николаевны – профессия. Много лет она проработала учителем технологии и мастером производственного обучения, а после выхода на пенсию всерьёз увлеклась вязанием. Я болела, врач мне сказала, вы свою душу и свои эмоции вкладывайте в творчество. Я хочу творю, хочу вытворяю. Вот, и всё время хочу занята быть. И всё, что-то новое мне интересно, новое. Вязаные палантины, картины, салфетки, воротнички и сумочки, а также куклоделие, вышивка, ниткан и гобелен, лоскутное шитьё. 20 участниц клуба «Вдохновение» представили на выставке волшебной нити колдовство свои изделия. Украшение экспозиции – работы Ольги Борисовой. Мастерица пришла в студию всего год назад и оказалась способной ученицей. Быстро освоила сложную технику вязания – ирландское кружево. Я стала вязать такие вещи, на которые раньше бы никогда не решилась сама. Потому что здесь женщины всё помогут, всё объяснят, расскажут, покажут. Муж говорит, что я стала значительно спокойнее, меня меньше волнуют домашние проблемы. То есть я ухожу от своего творения и всё. И меня в остальных уже ничего не касается. Художественный уровень выставочных работ растёт с каждым годом. И это заслуга Валентины Поповой, бессменного руководителя клуба женского рукоделия. С нуля приходят женщины, и они очень рады, если они овладевают схемами. Они читают схемы. Я их учу по схемам. Я составляю эскиз. По моему эскизу уже по-готовому делают. Контролирую. Но очень сложно. Вяжут прекрасно, допустим. Всё. Тут я уже качество не придираюсь. Всё отлично. Но чтобы сложить в изделие, превратить это в костюм, превратить это в бога или ещё в какой-то... Без меня ничего не получается. Творческие планы на 2017 год у старовскойских вязальщиц большие. Мастерицы впервые намерены представить свои работы на всероссийских конкурсах. Продолжение следует... Продолжение следует...